Затем, возможно, где-то еще боролся на турнирах ACB, но я помню точно, он боролся в ACB Grand Prix, снова проиграл Беларову Хиллхуком на ACB Jiu-Jitsu Grand Prix, на ACB Jiu-Jitsu 9. Честно говоря, не помню, выигрывал ли Джексон Сузо хоть раз на Беркуте или ACB, но опыт выступлений точно имеет. Нет, ни разу не выигрывал. Нет, ни разу не выигрывал. Три его статистика. Я просто вспомнил все поединки, которые помню, но он все их проиграл. Вообще интересное противостояние, мне кажется, то, что стили игры силы и Джексона Сузо, они во многом отличаются практически в противоположной стороне друг от друга. Если, по-моему, Игорь больше любит работать, так, снизу. Я на самом деле, я просто как-то сильно не могу понять сильные стороны Джексона Сузо. Как я на него не посмотрю, он, ну, не удается ему сильно себя проявить и чаще всего он проигрывает. Игорь Силву, правильно сказали, у него очень сильный закрытый гард, очень сильные атаки снизу, но про Джексона я просто, честно говоря, сильно не могу сказать. Ну, черный пояс, он, разумеется, он все умеет делать. Игорь Силва сразу прыгает в закрытый гард, но попадает не в закрытый, а просто такой, как бы, в открытый гард. Гард закрыть не удается, поэтому это открытый гард сразу хватает куртку. У Джексон, казалось бы, 109 побед, но с другой стороны, к 109 победам, у него добавляется еще и 39 поражений. Ну, да, такой не чемпионский, скажем, темп в рекорде. Причем 14 у него еще поражений с обмишинами, то есть это очень большая доля. Ну, да. Обычно, обычно, если мы говорим о таком чемпионском темпе, это из 10 боев, но если один проигрывает. Там 10 выиграл, один проиграл. Опять же, это не то, что я такой эксперт, просто я слышал, когда как-то там бокс смотрел, Мухаммеда Али обсуждали, и вот как-то вот такую фразу поймал, типа, ну, обычно чемпионы это там раз в 10 боев проигрывать не реже, ну, не чаще, то есть, извиняюсь. Ну, в джиу-джитсу у нас все-таки намного более насыщенная. Да, в джиу-джитсу намного... Мы намного чаще боремся, соответственно, и чаще проигрывать приходится. Джексон Сузо попытался беремболой выйти за спину. Ну, Игорь Силу, смотрите, очень активная схватка, прям, можно сказать, вгрызаются друг в друга спортсмены. Ну, Сузо, Сузо, чтобы Игорь Силов в него не влетел, как планирует. Игорь очень взрывной, я видел его несколько схваток, где он прямо, знаете, буквально в секунд 20 что-то нереальное творил, усыплял соперников. Это вот на Европе он задушил Лусио Лагарта Родригеса со спины. Причем позиция была, но он не полностью забрал спину, он буквально там чуть-чуть Лагарта отвернулся, Игорь сразу дотянулся до куртки, и этого хватило, чтобы усыпить даже такого опытного, как Лусио Родригес. Джексон решил не изобретать велосипед, сел в гард. Думает, велосипеды уже давно изобретены. И посмотрим, что Игорь Силу предложит при работе сверху. Смотрите, наказывает по пеналти. Соперник Игорь Силу прыгает на треугольник, рычаг локти, и я боюсь, что снова поражение сабмишенного Джексона Сузо. Так оно и есть. И при этом, заметьте, я, честно говоря, обратил внимание, что каждый раз это очень болезненные поражения. То ему крутят пятку, он хромает, уходит, то ему ломают руку, он за локоть держится. Откровенно, Джексону Сузи как будто бы немножко не везет. Я не хочу сказать, что он является человеком не уровня реестра ACB, просто потому что я так не считаю. Я считаю, что как будто бы ему немножко, знаете, вот стабильно не везет. Здесь очень резко Игорь Силу все сделал. Я же говорил, взрывной, да, я же говорил, взрывной, моментально. И вот только что мы увидели, мы его не догадали. Его два раза приглашать на возможность не нужно. Ты ему покажи, он ее вырвет. Один раз вытянул руку своего Джексон Суза, попытался хорошо захватить, а Игорь, он даже не думал. Ну и пока самый быстрый бой сегодняшнего вечера мы увидели. Да, за три минуты сабмишн. Игорь Силу в страшной физической форме сейчас находится, как я и говорил, весь сезон он соревновался. Очень в таком боевом соревновательном тонусе. Номер один в рейтинге у АЕДЖД. Тоже всем известная очень федерация. Не то, что всем известная, но... Субтитры создавал DimaTorzok